Серьез разговоры о важном, это такая лютая поебота, блять, как она мне нравится, Академия Сова, блять, поехали, ёбаный сыр. Наталья Ивановна Касперская. Касперская, блять? Сидент группы компании InfoWatch. Это вот который Касперский создал? Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов. Да, походу. Отечественный софт, сооснователь лаборатории Касперского. Да, реально, блять. Здравствуйте, дорогие ребята. Ебать. У всех у вас, наверное, есть смартфон или какое-то электронное устройство. Ну, хуй знает. Вот это смартфон, блять, или эти электронные устройства? Что это? Оказывается, для того, чтобы пользоваться этими электронными устройствами, нужно соблюдать определенные правила. У, блять, какие? Я не знал, блять. Потому что бездумное использование приводит к довольно серьезным рискам. Так, окей, посмотрим. Начнем с рисков здоровья. Так. Самый такой очевидный риск, который люди почему-то совсем не учитывают. Так, 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 так. Так, очень плохо смартфон влияет на зрение, на позвоночник. Чего, блять? Нет. Чего, блять? Чего, блять? Прямой следствием. Какой нахуй позвоночник, блять? Как, блять, типа ты держишь в руках телефон, и он тебе такой вниз тянет, или что, блять? Это смартфон. Из-за того, что экран яркий, из-за того, что он воздействует, глаз очень концентрируется. Другие риски связаны непосредственно с самим использованием смартфона. То есть... Главное глаза, блять, но, типа, я хуй знает. Вот я сколько, блять, вообще, типа... В телефоне где-то часов, типа, в день, часов пять в день сижу, ебать, и... Нормально у меня все со зрением, стопроцентное. Да заебал, че чекну, блять? ТГ чекни, я тебе кинул восемь видосов. Андроеды. Да ща, ща, блять, подожди, нахуй. Да смотреть надо. Люди, которые часто пользуются смартфоном, привыкают к так называемому клиповому сознанию. Блять, она еще и запнулась, ебать! А это тоже во всех школах показывать будут, не? Принимать информацию короткими маленькими блоками. В результате они отучиваются читать большие длинные книжки. Они не могут... Пиздец, трагедия, нахуй. ...этически воспринимать информацию. Следующие риски, это то, что... Как, блять, а ты скажи про позвоночник? Мне интересно, как это вообще влияет. Типа ты идешь вот так вот в телефоне, вот так вниз вдупляешь, или это хуево позвоночник, или как? Ну я не знаю, блять. Это сколько надо идти вот по улице и вдуплять в телефон, чтобы позвоночник искривился, блять. Это сколько надо идти про... Я не знаю, вот кто, блять, так ходит. Я не знаю, я максимум что-то время посмотрел, дальше пошел вперед, блять. Все! Как он может влиять мне на позвоночник? Вот пять, пяти... Вот даже... Двухсекундное действие, может мне убить позвоночник нахуй? Вы и что, издеваетесь? ...что смартфон такой удобный, красивый... Хорошо, блять, а если такая, такая... Хорошо. А, блять, если чуваки сидят в школе, блять, вы сами понимаете, там ебаные деревянные стулья, деревянные парты, блять, все ровные нахуй. Без какой-то ортопедической, типа, выгнутости, выпуклости, блять, я не знаю. Вот там, типа, со спиной все нормально, блять. Может, про эти проблемы расскажете, блять? Может, во всех школах стулья, сука, поменяете, блять? Что за уебище, блять? То есть телефон, блять, портит, блять, а вот эти стулья деревянные, блять, с хуём на жопе, вот это нормально, да, по-вашему? Вот это заебись, хорошие стулья и так далее. И вы такой... Ни один, сука, школьник в жизни, блять, не сидит нормально, вот как вы там говорите, вот так вот, блять, руки сюда, там позвоночник прямо, чуть-чуть вот, голову под 45 градусов, блять, никто так не делает. Няшный, он вызывает привыкание, привыкание вызывают и компьютерные игры, и человек сам не замечает, а его впадает в зависимость. Поэтому использовать его надо очень дозированно. Это такой первый блок рисков. Но это не отменяет тот факт, что телефонную санку не ухудшает. Я не знаю, блять, как он может ухудшать, ты мне объясни. Я только что тебе аргументировал, блять. Который связан со здоровьем. Второй блок рисков связан с общением, как ни странно. Каким способом мы... Ты слышал? Чё она сказала? Общаемся через смартфон. В основном это соцсети или мессенджеры. О, это слух портит, пиздец, блять. Вы знаете, что жить, если вы живёте, блять, то в конце, в старости, у вас начнутся проблемы со здоровьем, блять. Это значит плохо жить, нахуй. Вот реально, вы живёте, вы портите себе здоровье. Не живите, ребята, нахуй надо. В соцсетях у нас есть так называемые френды. Вот... Френды? Френды, блять. Помните, пожалуйста. Френды, это не друзья. Блять, вы же мои френды, вы мои не друзья, ребята. Френдов у вас может быть, хоть 500 штук. У меня 4910 френдов. В социальной сети. А друзей у вас реальных сколько? Ну, 3, ну, 5. Ну, если вы очень общительный человек, у вас их 30. Но не 100, не 200, как френдов. Очень часто во френды записываются люди вам незнакомые, которые на самом деле хотят вас каким-то образом использовать. Поэтому категорически... Блять! Ебать! Вы же мои френды! Я буду вас так называть. Спасибо, Наталья Касперская, или как вас там зовут, блять. Спасибо большое, нахуй. Пиздец. Ну, блять, ты сидишь, у тебя голова вниз направлена и шея напрягается, потому что голова тяжелая. Если ты, блять, скажешь, что ты сидишь, всегда держишь голову прямо, автоматом идешь, нахуй, потому что ты еблан. А кто? Я вообще в телефоне, сука, обычно не сижу. Если я лежу, то вот на кровати, блять, и там вот телефон я использую. Вот мне по-другому нахуй он не нужен. Вот реально. В шараге я сижу точно так же, блять, как и за тетрадкой, типа. Ну, блять, вот телефон у меня в руках и тетрадка, если я буду писать, точно так же у меня угол наклона головы. Так что полная хуйня доебка. Никаких незнакомцев принимать себе во френды. Вторую вещь, которую вы должны знать об общении в сети, это то, что вам кажется, что вы ведете приватную беседу. Вы закрылись там настройками приватности и думаете, вот у меня приватная беседа. Блять! Это абсолютная иллюзия. Сука! Потому что цифровые устройства создают сверхпроводимость информации. Сверхпроводимость означает, что информация мгновенно перемещается из одного конца в другой. То есть мой хуй мгновенно из одного конца в другой перемещался когда-то? Ебать, серьезно? Да ну нахуй, вы че, блять? Вашу переписку кто-то может взять и потом ее просто... Вот просто электрик, блять, интернет-провод возьмет, ебать, и вот так вот рукой схватит твою картинку пениса, блять, и перехватит ее, понимаете? Одного клика, раз, и кому-то переслать. Еще одна группа риска. Зачем тебе тетрадка в шараге, блять? Иногда там надо что-то писать. Это то, что все электронные устройства устроены таким образом, что они собирают информацию. Да. Причем... Это факт. Собирают информацию очень широко. Ну, блять, а че на это жаловаться вообще? Ну, это нормальное явление в нашем двадцать каком году, блять, уже. Смар... Бакульон в двадцать третьем. Я забыл какой год. Все это телефоны, я деградирую, извините. Какой массовый сборщик информации? Он собирает информацию о местонахождении вашем, о вашем... Ну, это же... Это же ебать как полезно. Айфон даже, типа, штуку такую придумал, типа, ой, ебать. Если, типа, вы в аварию попадаете на машине, блять, оно там вызывает вам 911, там, и так далее. Ну, это полезная хуя. Это не значит, что только минусы, только что это плохо. Почему они учат этому в России, блять? Чего они хотят, чтобы мы как крестьяне жили, блять, в девятнадцатом веку? Или че? Я не понимаю, в чем прикол? Зачем, блять, вот это вот? Вот фотографии, все ваши контакты, всю вашу переписку, то есть все-все-все. Если получить доступ к вашему смартфону, полностью все о вашей жизни можно узнать совершенно однозначным образом. Ну и вообще, как бы, понимать, что устройство собирает информацию, это значит, что совет очень простой. Если вы что-то делаете или пишете при помощи электронных устройств, то считайте, что вы делаете это публично. То есть вы, когда пишете своему... Ну, это вообще хуйня какая-то. Я не знаю. Конечно, это могут достать в каких-то крайних случаях, если там какой-то, может, там, убийца, блять, насильник, там, и что-нибудь такое, может, какое-нибудь расследование. Может быть, конечно, возьмут. И то, блять, не факт, нахуй. Потому что Apple свои данные, типа, например, вообще не предоставляет никакие. Какие бы там случаи не были пиздецовые. Как, например, я пишусь там с Полиной, да, о чем-нибудь там своим личным, блять. Вы кто-нибудь об этом знает, о чем я там пишусь? Вы знаете, блять, о чем-нибудь? Никто нахуй не знает. Когда это сольют? Если взломают, блять. Для этого есть там двухфакторные аунтификации всякие и так далее. Ну, это, блять, легко создать приватность. Свои ближайшие подружки через смартфон. Представляете, что вы это делаете на площади. Вокруг вас стоит много людей и вы громко это кричите. Полная хуйня сравнения. Просто ебала конкретная какая-то, я не знаю. Поэтому не надо писать смартфон подружке что-то такое, за что потом будет стыдно. Очень простой. Прям вот сама же по-любому писала когда-нибудь такое, блять. Ну, блять, не верю, чтобы не пользуетесь, не пишите, блять, полная хуйня. Простая рекомендация. Ну, вот, вкратце о том, что я хотела рассказать. Будьте в безопасности и удачи вам. Да, охуенно. Вообще пиздец. Ребят, не пользуйтесь телефонами, будьте нормальными людьми и не заводите себе френдов, а не гондоны, вот. Так что вот так вот как-то. Лайки ставьте и комментарии. Ящу, подписывайтесь и на стримы приходите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!